Всем привет! Сегодня ко мне в руки попал новый комкордер от Canon XA11. От своего старшего брата XA15 отличается отсутствием HD-SDI интерфейса. В принципе камера практически близнец своих предшественников XA30 и XA35. В этой камере применена новая система настройки автобаланса белого. В комплекте нет дистанции, зато она стала гораздо дешевле. Итак у нас тут инструкция, бленда, блок питания. Кстати батарейка заряжается в камере, поэтому отдельную зарядку стоит купить. Батарея, держатель микрофона, ручка и сама камера. Вот все это в сборе весит 1 килограмм 135 грамм. Давайте соберем его. Бленда. Вставляем башмак и задвигаем ручку в фаз. Готово. Остался держатель микрофона. В принципе у камеры свой неплохой встроенный микрофон. XA11 это такая себе смесь бытовой и профессиональной камеры. Инфракрасный режим с выбором белого или зеленого цвета, фоторежим, определение лиц, пресеты режимов съемки и в то же время все профессиональные функции. Есть фокус ассистент, зебра. Помимо автомата и кучи пресетов XA11 имеет все ручные настройки. Из-за небольшого размера камеры практически все настройки через меню. Правда есть пять программируемых кнопок, что очень помогает. Диафрагма работает в автомате либо с помощью небольшого диска, рядом с которой расположилась очень неприметная кнопка кастом. Кнопки кастом и диску можно назначить одну из нескольких часто используемых функций. Затем выбранную функцию можно настраивать с помощью этой кнопки и диска без необходимости обращения к меню. Усиление в камере работает автоматически. Камера работает на процессоре DIGIC DV4 и имеет сенсор HD CMOS размером 1 к 2 и 84 дюйма с почти тремя эффективными мегапикселями. Широкоугольный 20-кратный объектив с круглой 8-лепестковой диафрагмой от 1,8 до 16. Фокусное расстояние 3,67-73,4 мм. В эквиваленте 35 мм это от 28,8 до 576 мм. Диаметр фильтра 58 мм. Единственное кольцо объектива может управлять фокусом или зумом переключатель с тыльной стороны камеры. В объектив встроена инфракрасная подсветка. Включение этого режима возле слотов под карточки. Кроме этого переключателя на боковой панели только две кнопки дисплей и возврат. Она же пятая программируемая. Еще две программируемые кнопки сзади слева рядом с переключателем кольца объектива. Сверху переключатель камера-проигрыватель и индикатор. С тыльной стороны справа кнопка записи, кнопка функций и джойстик управления. Справа возле коромысла трансфокатора переключатель авто мануал и режим синема. Скорости динамика трансфокатора настраиваются. Под ними гнездо внешнего питания и аудио-видео выход. Сбоку мы видим встроенный динамик. Спереди справа панель с входами микрофона и наушников, а также USB и HDMI интерфейсы. USB пока что 2.0. Ну и разъем дистанционного управления. На ручке сверху, как и полагается, еще один рокер и кнопка REC с замком. Ну и конечно фишкой этой камеры есть полноценный аудиоблок с двумя XLR входами. XA11 пишет на SD-карты в AVCHD и MP4 форматах с Full HD разрешением. Поток до 35 мегабит 50p в MP4 и до 28 мегабит 50p в AVCHD. Глубина цвета 8 бит. У камеры есть два слота под SD-карты. Есть возможность замедленной, ускоренной, покадровой записи. Режим VDR-гамма, то есть расширение динамического диапазона и многое другое. Есть также функция PREREC, предварительная запись на 3 секунды. Трехдюймовая сенсорная панель 460 тысяч точек. Очень отзывчивая. На панели две кнопки переключения режима фокусировки и PREREC. Они тоже программируемые. Электронный 0,24 дюйма цветной видоискатель с больше чем полутора миллионами точек и стопроцентным покрытием. Включается при вытягивании и работает только с закрытым экраном. Конечно регулировка диоптрий. Меню такое же как и в предыдущих моделях. Если не работали с такими камерами раньше, то придется поковыряться пока привыкнешь. Пробежимся вкратце. Первое окно. Программы записи, коррекция контрового освещения, лимит усиления, баланс белого, фокус, экспозиция, уровень микрофонов, настройка аудио, зума, стабилизатора, эффекты. Дальше входим в само меню. Тут три папки. В первой опять же всевозможные настройки зума, режим автофокуса, фокус ассистент, определение лиц, контровой свет, затвор, фильтр мерцаний, ND фильтры и многое другое. Во второй папочке формат записи, выбор носителя, способ записи и другое типа цвета. В третьей папочке настройки даты, языка. Приятно, что есть украинский. Ну и дальше настройки дисплея, звука, программирование кнопок и настройка интерфейсов. Ну и конечно сброс настроек. Кнопка и дисплей можно вывести на экран настройки и редактировать их минуя меню. Если кратко, то для своего формата отличная камера. Шустрый, цепкий автофокус, отличный стабилизатор, очень даже неплохая оптика. Опять же аудиоблок. Куча возможностей. Да, надо немного времени привыкнуть снимать ручками. А в автомате вообще вопросов нет. Ну и цена очень даже приемлемая. Так что заходите к нам на сайт, звоните, интересуйтесь. Подписывайтесь на наш канал и мы будем держать вас в курсе всех новинок. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok